Друзья, всем привет! 25 февраля на дворе, плюс 3 градуса, в воздухе пахнет весной, но я знаю, что вы не любите, когда я размазываю кашу по тарелке, вы любите только лишь полезную информацию. Смотрите, кого я вам сегодня привел. Hyundai Tucson, модель 2018 года. В первую очередь, я хочу сказать большое спасибо группе компаний Автоспеццентр за то, что они мне предоставляют автомобили и не требуют как-то с ними согласовывать текст. Второе, я хочу вам сказать, как я отношусь к марке Hyundai. Никак, друзья, ровно. То есть, есть положительные моменты, есть негативные, как у любой компании. То есть, какого-то предвзятого отношения в положительную сторону, либо же в негативную сторону у меня нет. Именно поэтому, прямо сейчас мы с вами сделаем объективный обзор на этот автомобиль. Когда речь заходит о новом автомобиле, всегда начинается с внешнего вида. Здесь все просто. Что изменилось? Ну, как обычно, оптика, решетка, сзади немножко изменилось. Но если посмотреть на автомобиль сбоку, все то же самое, что и было в предыдущем, скажем так, поколении, которое и на сегодняшний день продается официально. Самая простая версия автомобиля стоит 1 миллион 500 тысяч рублей сегодня. Самая дорогая версия с дополнительными пакетами обойдется вам в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Средняя версия, вот с полным приводом, с автоматом, это будет примерно 1 миллион 700, 1 миллион 900. Даже можно сказать уже 2 миллиона рублей. Вот вы вдумайтесь, вот цены пришли. Раньше за такие деньги можно было купить гораздо более крутые автомобили. Но сегодня вот такая реальность. Но в первую очередь нас интересует техническая часть автомобиля. Как он себя поведет при эксплуатации. На что жалуются владельцы, что хвалят, что рассказывают. Вот что нас встречает под капотом. Вот наша версия с дизельным мотором. Это как раз таки самая дорогая версия. Тестовый автомобиль, сами понимаете, дилер хочет, чтобы вы, взяв его на тест, получили максимальное удовольствие. Открываем капот. 2 300. Нету пневмоупора. Друзья, вот вы до сих пор очень часто спрашиваете, ты же себе ставил на Мазду упор. Где ты его заказывал? Напоминаю вам, упор-капота.ру Заходить на этот сайт, на любые автомобили вы можете заказать себе упоры. Все, что нужно, вы можете поставить прямо у себя во дворе. То есть не нужно ничего сверлить, все устанавливается в штатные места. И даже более, они уже сняли ролики, где прям показывают пошагово, как что ставить. Цена вопроса в среднем 1800-2200. Плюс-минус больше-меньше. Все автомобили разные. Переходите по ссылке в описании, смотрите, заказывайте. Промо-код Машков вам дает дополнительную скидку. Под капотом нас может встретить три силовых агрегата. Давайте по порядку. Первый. 1.6 турбовый бензиновый, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Какие плюсы? Динамические показатели 0,100, 9,1 секунды. Расход топлива будет небольшой. И многие, кто выбирает эти сочетания, катаются и пишут отзывы. Из серии проехал 17 тысяч километров, нареканий ноль. Все те, кто жалуются на робот, да вы ничего не понимаете, сегодня это круто. И относительно это так. Те, кто ездят на роботах, как правило, приживаются к ним, готовы их защищать. В тот же момент, как раз таки в этом сочетании слабое место это тот самый робот. Потому что есть люди, у которых он навернулся, им его меняют по гарантии. И немногие привыкают к роботизированной коробке. То есть эти характерные переключения не всех устраивают. Тем не менее, сочетание дает вам динамику, дает вам низкий расход топлива. Нравится вам такое? Пожалуйста. Но имейте в виду, что здесь турбинка раз. И во вторую очередь это робот, который может сломаться. Для всех тех, кому не нравится робот, кому подавая атмосферник с классическим автоматом, пожалуйста. Есть двухлитровый мотор на 150 сил. Работает он в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Там будут динамические показатели 0,100, 11,8 секунд. Это как раз для тех, кто говорит, мне некуда спешить, везде камеры, везде пробки. Мне сил, комфортно, не спеша передвигаешься. Много я не езжу, от дома до работы. Расход там будет больше, в районе 10-11 литров. Кто как пишет. Один, естественно, у меня выше 9 литров не поднимается. У других и на 2-литровых доходят до 12 литров. То есть здесь все по-разному. Какие минусы у этого мотора? Ну, конечно же, тут всплывает история с задирами. И это действительно так и есть. Вот зайти на форуме, почитать со свежими моторами. Были уже нарекания, люди меняли. То есть как это начинается? Ездит вроде бы все хорошо. Потом раз, слышит звон, не знает где он. Начинает разбираться, делает диагностику. Выясняется то, что задиры в третьем цилиндре. Как правило, это все связано также с катализатором. И поэтому многие, кто покупает эти автомобили, его удаляют, ставят пламя-гаситель, перешивают, ездят и говорят, все, меня эта проблема обойдет. На секундочку отмечу. Вот этот автомобиль, третий по продаваемости. То есть первое место занимает Hyundai Solaris. Второе место занимает Hyundai Creta. И третье место занимает Tucson. За прошедший год, 2018, их по России было продано практически 13 тысяч автомобилей. Это я говорю для объективности. Потому что если бы у каждого автомобиля с двухлитровым мотором была бы такая проблема, и все бы с этим сталкивались, вы сами прекрасно понимаете, что на сегодняшний день об этом бы знали все. И эти моторы ставятся не только там на Tucson. Они и на Optima встречаются, и на Kia Sportage. То есть ряд автомобилей ими оснащается. Поэтому проблема есть. То есть по-хорошему, если ты юридически подкован, можно будет отбиться. Но как показывает практика, не всегда. Приезжают, начинают сваливать на то, что качество топлива плохое и так далее. А это суды, экспертизы. То есть тут принимайте решение. Мотор такой есть. 2 литра, 6-ступенчатый автомат. На него нареканий в целом нет. Но проблема с задирами может случиться. И есть третий мотор дизельный. 2 литра, 185 сил, 400 крутящего момента. Разгон паспортный, 0,100, 9,5 секунд. Работает он в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Относительно, скажем так, новой. Какие плюсы этого мотора? Ну, понятное дело, маленький расход топлива. По городу можно передвигаться. Хороший крутящий момент. Вот мы покатались, газку даешь. Не срывается машина. То есть 8-ступенчатый автомат все равно, ну знаешь, не такой шустрый, как хотелось бы. Но тем не менее, если потопить, там 40-60 машина поедет. Ты получаешь удовольствие. Ты понимаешь, что машина у тебя хоть как-то едет. 9,5 секунд для города это хорошо. Но опять-таки, зная Kia, зная Hyundai, понимаешь то, что все нужно замерять. И, как правило, в паспортные цифры машина не едет. Тем не менее, можно так же вот чипануть. Но какие минусы у этого мотора? Да все, что связано с дизелем. А это качество соляры в России. Раз, это ремонт гораздо дороже и сложнее. Два, если вдруг что-то случится. Это дополнительные хлопоты зимой, особенно если вы живете в регионах, где очень холодно нужно ставить вебаста, дополнительно подогревать. Да и, в общем-то, все, что известно за дизеля. Здесь особо перечислять нечего. Таким образом, компания предоставляет нам выбор из трех моторов с разными сочетаниями по коробкам. Что вам больше нравится, то и выбирайте. С точки зрения качества, больше здесь пожаловаться не на что. Особых там нареканий по ремонту у корейцев вот так в подкапотном пространстве. Если же вы вдруг владелец какого-то этих моторов, у вас что-то было, обязательно пишите в комментариях. Потому что люди читают, я читаю. Будем знать, будем развиваться. А так все сделано как обычно. Грязище летит. Сами видите, то есть машина свежая, тестовая, но уже в подкапотном пространстве все грязно, все открыто. Вот посмотрите сами на автомобиль. Вот на самом деле каких-то прям вау эмоций он не вызывает. Вот я не могу сказать то, что машина некрасивая. Сам кузов, там внешний вид, по интерьеру плюс-минус, но сделано нормально. Ну вот так вот, чтобы я вот мне 28 лет смотрел на тачку, думал, блин, класс. Я бы себе такого хотел, не могу я такого сказать. При этом я знаю людей, которые копят, говорят, так, вот эту буду брать и нормально. На кого рассчитано? Ну в первую очередь, когда за рулем там мужчина, либо женщина, сзади один ребенок. Соответственно, если у вас там семья 2-3 человека, естественно, вас будут подталкивать на Санта-Фе и так далее. Что-то побольше. Клиренс у нашего автомобиля 182 миллиметра. Передняя подвеска независимая, амортизационная стойка типа Макферсон, задняя независимая, многорычажная. Колеса в нашем случае идут 17-е. Ход подвески на самом деле короткий. То есть вот когда по дороге передвигаешься, в силу того, что машина такая небольшая, вес у нее тонну 700, юркая машина, ну действительно, хорошо на дороге стоит, в затяжные повороты заходишь. Знаешь, когда на мост заезжаешь, особо не болтает, то есть не валкая машина. При этом вот сейчас, скажем так, весна начинается, да, дорога вот вся тает. Выехали, едешь, чувствуется, да, тоже жестковато. При этом, опять-таки, может многое зависеть от резины, сами понимаете, это значимый фактор. Возможно, поставить что-нибудь помягче, возможно, будет покомфортнее. Но если передвигаться на автомобиле по городу, особого дискомфорта он вам не доставит. Выезжать куда-то на бездорожье, вот с этим электронным полным приводом, нет никакого смысла. Тысячи видеороликов, мне кажется, есть уже на YouTube, где люди выезжали, тестировали. И всеми этими тестами можно понять, что машина предназначена вот. Ты выехал из двора, как я всегда это говорю, снег выпал, ты поехал по работе, все. Если ты хочешь где-то передвигаться на бездорожье, друзья, вам нужно покупать Ниву трехдверку. На что жалуются многие владельцы, вот на эти пороги. Вот садишься в машину, да, оп, я уже задел ногой, то есть постоянно пачкаешься. Я ростом метр восемьдесят шесть. Кто поменьше, и того будет неудобнее. То есть сел, нужно постоянно следить за этим. Это, конечно, минус. Опять-таки, сама конструкция автомобиля сделана так, что когда ты открываешь, например, багажник, тоже в плохую погоду, с него все будет течь, капать. Нарекания на это действительно есть. И у меня у друга был такой автомобиль, предыдущий. Звонил, он у него спрашивал, как там, были жалобы вот на эти все вещи. Ну, вроде бы, да, вроде бы нет. Я как бы не замечал, мне все понравилось. Объем багажника четыреста восемьдесят восемь литров. Естественно, все это дело можно сложить. Сборка автомобиля, к слову, чешская. То есть их не собирают в России. Запасное колесо у нас идет. Все необходимые элементы. Естественно, поднимаешь, никакой дополнительной шумоизоляции нет. Все, кто покупает автомобиль, кто любит комфорт, есть смысл в этом заморачиваться самостоятельно. Особенно, если вы машину берете на длительный период. Какие вот минусы, какие нарекания у меня были бы? Ну, знаете, вот ты подходишь, да, открыл багажник с кнопочки, классно. Вот одна лампочка стоит, желтая. Она еле-еле светит. Я уже прекрасно понимаю, что вечернее время, ну, некомфортно. Я не понимаю, почему не поставить две, и чтобы поярче было, ты открыл и все видишь. В остальном все. То есть это вам не баг какой-нибудь, где можно чем-то уйдеть, какие-нибудь шкребочки, лопаточки. Ни хрена здесь нету. Все. Свесы достойные. То есть смотри, пожалуйста, подъехал к торговому центру во дворе, можешь на любой бордюр, в принципе, упереться, дискомфорта доставлять не будет. То есть автомобиль для города очень хорошо предназначен. Особенно сейчас, когда все тает начинает, каши появляются. Приехать там с женой, с ребенком, ну, будет комфортнее, нежели чем на каком-нибудь седании. Опять-таки можно задеть за пороги, присел, сажусь сам за собой. У нас панорама идет, которую можно закрыть. Вот я сел, да, сейчас даже ничего не делаю. В принципе, комфортно. На самом деле, смотри, вот чуть тесновато может быть, но если вперед подвинуть сидение, будет просторнее. У нас есть дополнительно подлокотник, то есть каких-то изысков здесь нет вообще. То есть максимум, что есть подогрев. Все. Ну, зарядочка, можно зарядиться телефон. То есть этим никого здесь не удивишь, да? Но при этом подумайте, автомобиль стоит 2 миллиона 300 тысяч рублей. 2 миллиона 300 тысяч рублей. Посадить сюда ребенка лет там до 10, до 15, невысокого, никого-нибудь там уша на двухметрового. Типа, бать, бать, ну подверь, вперед сидение. Будет нормально. Но вот качество кожи, да, естественно, производитель, там, дилер, менеджер скажут, да-да, хорошая, натуральная кожа. Да не может быть здесь хорошая, натуральная кожа. Вот я недавно заезжал в одно тюнинг-ателье. Я говорю, парни, ну вот сколько реально кожа стоит? Даже на сегодняшний день полностью салон обтянуть реально хорошей, качественной кожей. Это 500 тысяч рублей. Вы прекрасно понимаете, что, как правило, когда ты покупаешь автомобиль, доплата за автомобиль в комплектации с кожаным салоном, это плюс, ну, 100 тысяч рублей. И туда же еще входят какие-то легкие опции. Поэтому это, по-хорошему, чехлы. Вот уже заломы есть, и, как правило, если она рвется, это всегда меняет по гарантии. А присаживаемся мы с вами в автомобиль, который стоит, подчеркиваю, 2 миллиона 300 тысяч рублей. Тут можно офигеть. 2-300 парня. Во время пришло. Смотри, что мы за это получаем. Дисплей многофункциональный, CarPlay, все дела, все ясно. Раньше он был просто утоплен. Здесь у нас это управление климат-контролем, он раздельный. Само собой есть подогрев руля, само собой есть вспомогательная система, контроль занимаемой полосы. В зеркалах вспомогательная система. То есть здесь вас ничем не удивить. Есть вентиляция сидений, есть панорамная крыша. То есть по комплектации вы сами можете пробежаться. Но вот так вот садишься, смотришь по салону, ну, блин, друзья, ну, полторашка. В лучшие времена он бы так и стоил. Топовая версия. Сегодня 2-300. Все выключили. Дизель, естественно, слышно отчетливо, как он работает. Вибрации особо прям нет такой, ну, руль держишь на холостых присутствует. Все легенькое, все такое простенькое. Даже по качеству, вот, оделаешься, ты потерял, смотришь, там, пластик, да, где-то дубовый, где-то мягкий. На что это влияет? На эксплуатацию. Со временем, если все будет дубовое, оно будет гулять, пищать, звенеть, будет неприятно. И вообще, в целом, вот, владельцы таких автомобилей, бывает, да, жалуются, что где-то что-то начало скрипеть. Но это жалобы минимальные, то есть, такие, знаешь, по мелочам все происходит. Центральная консоль. Здесь все сделано скудненько, то есть, пластик обычно, ну, знаешь, как-то вот просто. То есть, ты садишься, думаешь, блин, ну, хочется что-то посерьезнее, а нету. Соответственно, автомобиль для, скажем так, городских жителей, да и по регионам машины тоже очень хорошо покупают. Вот, термос приобрел себе, передвигаясь по городу, лью кофе, чай, из дома заливаю. Вот ты сейчас скажешь, ага, что-то начинается реклама кофе, чая или термоса. Друзья, купил его через Е-каталог за 850 рублей. Где, у кого, даже говорить не буду, потому что выбор огромный. Зачем нужен? Утром залил, вышел, пробки вообще бешеные. Сидишь, чайку пьешь, стараюсь пить с травами, знаешь, тонизирует попроще. Кофе в последнее время вообще не идет. Оставлю вам ссылку на Е-каталог, обязательно зайдите, посмотрите. Потому что впереди весна, сейчас нужно укреплять свой иммунитет. Чаек с медом, например, очень хорошо в дорожку. Поэтому термос вам в этом поможет. А найти хороший вариант с доставкой на дом вам поможет Е-каталог. Ссылка на него остается в описании. Вот мы выезжаем с парковки. Лежащие полицейские, разбитая дорога. Тух-тух. Ну да, прыгает машинка, жестковато. Но если передвигаться спокойно, понимаешь, подъехал, притормозил. Песня. То есть, понимаете, как посмотреть, как управлять. Все зависит в первую очередь от вас. По обзорности автомобиля достойно. Высокая машина, сидеть комфортно. Внутреннее салонное зеркало, все видишь. Боковые зеркала, все видишь. То есть здесь каких-то нареканий у меня нет. И даже больше скажу. Действительно комфортная посадка. Вот я сел, откинул слегка сидение назад, себе спинку. Настроил под себя подлокотник. Он не регулируется вперед-назад. Но он сделан, в принципе, добротно, под руку. Положил руку на селектор передач. Все. Руль, электроусилитель. Можно отправляться. Все интуитивно понятно. Никакого дискомфорта нет. Но вот, знаешь, такая легкая игрушечность чувствуется. То есть берешь джойстики, там, органы до управления. Они какие-то такие легкие, маленькие. Ну, вот, как-то вот по мелочи, казалось бы. А мелочи как раз-таки имеют решающее значение. Едем 40, газку даем. Секундная задержка. Пока поднимутся обороты. После этого машина начинает срываться. Мы катаемся в районе аэропорта Внуково. Дорога здесь хорошая. То есть можно разогнаться. И вот, когда ты едешь по такому участку дороги, ну, какая может быть жесткость подвески. Машина сбитая, хорошо стоит. И вот так вот по городу, по Москве в частности, передвигаться будешь кайфовать. Опять-таки, на мост ушел перестраиваться, во дворы заехал. Машина небольшая по габаритам. Ей будет владеть комфортно. Потому что автомобиль как раз-таки из серии, что вот для города выехать за город, все в пределах разумного. Вспоминая Infiniti QX80, вот там, да, там шайба. То есть, когда мы даже на какой-то мост заезжали, на серпантин, укачивать начинают автомобили. Здесь же покомфортней. Ну и попроще все. Вот в пол давлю, вообще ничего не происходит. Вот с 80 нажать, прям очень тяжело машина идет. Лучший вариант это где-нибудь с 40, с 60 ее разгонять. Сотка, вот в пол нажимаем, 3,5 тысячи оборотов. Ну, ни о чем, вообще ни о чем. Конечно, можно оправдывать, говорить, а зачем, гонять не надо. Вот ты едешь 100, как положено, больше не разгоняйся. Зато дизелетчик, зато экономно. Да, 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 но если хочется погоняться, драйва ты не получишь. Хромает шумоизоляция, потому что даже на скорости 70-80 километров, вот в такую погоду, дождь идет, машины проезжают, шума очень много. От колес, вот мимо проезжает, вот шум воды, все это присутствует, дискомфорт некий вызывает. Перестраиваются на тачке прям комфортно. То есть она раз, нет какого, знаешь, дискомфорта, страха, то, что как-то неудобно, там машина валкая, гуляет, начинает. Нет, просто включил, пошел. То есть в этом плане кайфы. Все эти системы вспомогательные, нахрен, отключаешь постоянно, потому что движение хаотичное. Вот разгоняемся свыше 100. Да и не сказать, знаешь, что она прям сильно шумнее, чем конкуренты какие-то. Ну, нормально. Для своего уровня пойдет, но то, что это стоит 2-300, это, конечно, немножко шарашит. Самое лучшее определение, в этой тачке нет понтов. Это вот машина для тех, кто работает, зарабатывает, кто способен купить автомобиль дороже. Ну, он просто считает свои денежки, посмотрел, полный привод, достаточно, багажник есть. Функции и фишки по салону самые необходимые, даже больше, тоже есть. Конечно, с ценой мне очень тяжело смириться, то, что 2-300,000 за топовую версию, блин, ну, в голове не укладывается. А так найти автомобиль попроще, без лишних наворотов, там, ну, за 1-800-1-900,000. Но такова реальность, друзья. Посмотреть на Santa Fe топовый, он уже практически 3 миллиона стоит. Ну, куда такие цены? Вот такая экономика у нас. Соответственно, передвигаться кому? Жена, муж. В общем, сами рисуйте, моделируйте себе ситуацию. Понятное дело, все горячие парни, кому нужна понтовая тачка, крутая, чтобы ты вышел, сел, дал газку, она полетела, это вариант не для вас. Для объективности скажу, с точки зрения управляемости вот на хорошей дороге, то есть затяжные повороты, крутые повороты, у меня нет дискомфорта, вот честное слово. Еду, я не напрягаюсь, сидеть мне комфортно, обзорность хорошая, сижу я тоже хорошо. Вот в этом плане, друзья, наговаривать на машину не буду, что-что, сижу, кайфую. То есть покататься на ней целый день по городу вообще не обломаюсь, вот 100%. Так же выехать за город, выехать сейчас на какое-то легкое бездорожье, чтобы приехать в баньку куда-нибудь, в деревню, машина возможность даст. Вот давайте сейчас мы с 40 газку в пол. Я прям так прижимаюсь, знаешь, как будто она сейчас выстрелит. Да нифига, даже с 40 она не выстреливает. Так, меняем режим управления. Drive mode, спорт, все, о, спорт, спорт. Ну, со 100, понятное дело, никакой спорт нам не поможет, надо сбрасывать скорость. Да нифига, даже этот спорт не помогает. То есть вот 60 в легкую горочку, ну, не тянет вообще. То есть смею подозревать, что если бы был бы сейчас RaceLogic, я даже один бы сидел в автомобиле, подключил бы его. Ну, в 9,5 вряд ли машина поедет. Я думаю, это будет 10,5, а то и 11 по ощущениям. Это только предположение. У машины пробег 5470 километров. К слову о том, что это не совсем прям нулевая машина. Она уже погонялась, тестовая машина. Естественно, ей подсрачку дают, но никак. То есть ни дизель, ни дизель, крутящий, не крутящий, да ничего, блядь. Ну, как ты знаешь, прям вообще вяленько. Даже, блин, странно. Я думал, 185, тонна 700, 400 крутящего. Будут какие-то эмоции, эмоции, ну, так. Машина в России востребована. И писать нам с вами комментарии о том, что до этой тележки она своих денег не стоит. Все те, кто их покупают и довольны машинами, на наши с вами комментарии они Хундай свой клали, скажем так. Те же самые Солярисы. Что про них рассказывать? Популярные машины первые места по продажам занимают. Вот Кретто, второе место в модельном ряду. Тоже машинку разбирают очень хорошо. Сюда не хватает для полноты картины только Санта-Фе. Но он уехал на тест-драйв. В выходные дни машины просто разлетаются на тест-драйвах. И действительно продажи идут. 13 тысяч автомобилей за прошедший год это немало. Это действительно немало. Поэтому, друзья, здесь выводы делать только вам. Покупать, не покупать. Полтора миллиона рублей самая базовая версия. 2-300 топовая версия. Пишите ваше мнение, чтобы вы купили в альтернативу на эти деньги новое с полным приводом паркетник. У меня на этом покажется все. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Подписывайтесь на сам канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Продолжение следует...